Десятая проповедь из серии проповеди о всеоружии Божьем пастора Эндрю Энрикеса. Откроем с вами Эфесянам 6 главу и прочитаем 10, 11 и 18 тексты. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. Бодрствуй для этого со всяким постоянством и молением о всех святых». Перевод Короля Якова. Седьмая часть оружия – постоянная молитва, а также всякая молитва и прошение. Стих 12 говорит нам, почему нам необходимо всеоружие Божье, особенно седьмая часть. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира, правителей тьмы века сего, против духовного зла на высотах». Мы в духовном сражении. Откроем филиппийцам 4 главу. Библия показывает нам силу молитвы и прошения во время скорого возвращения Христа. Иисус обещает нам дать мир. Я желаю этого мира, а вы, друзья, для этого нам необходима седьмая часть оружия – молитва и прошение. Посмотрим 5, 6 и 7 тексты. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Является ли это обетованием для нас? Если мы молимся и просим, в этой духовной битве Иисус обещает нам мир. В 3 царств 8 главе Библия говорит нам, что когда Соломон посвящал храм Богу, то 44 и 49 тексты. «Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, который ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему. Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Какой была молитва Соломона? Что должен был Израиль делать на войне? Молиться и просить. И что Господь сделает? Он услышит и сделает, что потребно для них. Он услышит и будет вести их битвы. Должно ли это ободрить нас? Служение в земном святилище подошло к концу, когда Иисуса распяли на Голгофе. В какое святилище мы должны направлять наши молитвы? В небесное. Видим ли мы войны повсюду? Очень-очень скоро война обратится против Божьего народа. И мы должны взывать к Богу и просить, чтобы Господь сохранил нас на пути и вел наши битвы. 3 августа 2016-го. Интернет-ресурс. Вооруженные полицейские с собаками патрулируют площадь Рассел. Что мы видим здесь? Мы видим здесь шаги, которые ведут к военному закону, к полицейскому режиму. CNN. 3 августа 2016-го. Лондон посылает дополнительно 600 полицейских, чтобы они отслеживали террористические атаки по Европе. Нью-Йорк Таймс. 3 августа 2016-го. Франция защищает страну как на суше, так и на море пред лицом угроз нападения. The Wall Street Journal. 3 августа 2016-го. Германия обсуждает вербовку военной помощи в стране в борьбе с терроризмом. Со времени Второй мировой войны Берлин избегал использовать армию для решения угроз изнутри. Увидеть солдат на улицах в мирное время было необычным явлением со времени нацистской Германии. The Hill. 4 августа 2016-го. Солдаты на передовой внутри страны. Президент Трамп и военные. Иисус сказал, что его пришествие будет как молния, которая исходит от востока и видна даже бывает до запада. Франция, Германия, Европа, Великобритания – это восточные страны по отношению к Америке. Развитие происходит с востока на запад в Америку. Евангелие от Луки, 21 глава, 20 текст. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Окружает ли армия Божий народ? Читаем дальше. 21-22 тексты. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе – выходи из него. И кто в окрестностях – не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Видите ли вы нужду, чтобы быть приготовленными физически, духовно, чтобы облечься во всеоружие Божье? Видите ли вы нужду в активном евангелизме, прежде чем закроются двери возможностей для достижения душ? Нью-Йорк Таймс, 27 июля 2016. Папа Франциск говорит, что мир находится на войне, но это не религиозный конфликт. Это обман. Слово «война» происходит из религиозного конфликта. Что нам говорит Откровение 12 глава, 7 по 9 тексты? Что это за война развязалась на небе? Что в результате Сатана был сброшен на землю? Война из-за поклонения. И это подтверждает Исайя 14 глава с 12 по 14 тексты. Что Сатана сказал Иисусу в пустыне искушения? «Все это я дам тебе, если ты поклонишься мне». Противостояние на войне связано с религией. Откровение 12 глава, 17 текст. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеменни ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Слово «война» пришло к нам в контексте религиозной битвы. Вы видите, какой антихрист-обманщик? И какой конец? Какой конец будет, когда мы видим войны по миру? Конец будет таков. Церкви и религии объединяются, страны объединяются в борьбе с так называемыми мусульманскими террористами. Очень-очень скоро церкви и государства обратятся против кого? Божьего народа. Эти войны показывают, что правая рука уже на стене. Преследование приближается для верного народа, который соблюдает заповеди Божьи. Бытие, 16 глава, 11 текст говорит об Измаиле. Какая религия указывает на Измаила, как на отца? Ислам. И контекст в этой истории – преследование. Измаил преследовал Исаака. Бытие, 16 глава, 12 текст. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. Ислам приведет к объединению религий и стран. Потом, против кого они объединятся? Против Божьего народа. Давайте посмотрим, что Бог говорит. «Всеми фибрами моей души я осознаю, что Господь еще совсем ненадолго удержит ветры». Матфея, 24 глава, 8-9 тексты. «Все же это начало скорбей». Перевод Короля Акова. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Что говорит нам текст седьмой? «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Это подготавливает путь к преследованию Божьего народа, ибо они объединяются. «Алития, 3 августа 2016-го». Папа Франциск говорит, «В этом мире, который в состоянии войны, нам нужно братство». Что значит слово «братство»? «Союз», «братство между странами, религиями». Он говорит, «Христос стремился к единству и братству между учениками». Кракс, 26 сентября 2015-го. Всемирная встреча семей заканчивается призывом свести к минимуму наши различия. О чем молился Соломон? Не только надо молиться и просить, когда на войне, но также, когда бедствие, голод. Народ Божий должен находить время для молитвы и прошения. Третье царство, 8 глава, 37 текст. Будет ли на земле голод? Будет ли моровая язва? Будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь? Неприятель ли будет теснить его в земле его? Будет ли какое бедствие? Какая болезнь? Разве нет сейчас экономического кризиса в Америке, в Европе, на Ближнем Востоке, на Карибах, в Южной Америке? Что происходит в Венесуэле? 38-39 тексты. При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем, Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, Ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Бедствие приносит финансовые затруднения, нищету. Великая борьба. 589 страница. Чтобы собрать жатву погибающих душ, сатана действует также и через силы природы. Он изучил тайны природы и прилагает все силы, чтобы овладеть ее стихиями, насколько это допускает Господь. Представляясь людям, как великий врач, который желает и может исцелить все их недуги, он принесет болезни и бедствия, и многолюдные города превратятся в опустевшие груды развалин. Время молитвы и прошения. Время облечься во всеоружие Божье. Время активно заняться евангелизмом, потому что очень-очень скоро наши религиозные и гражданские свободы будут полностью попраны. Даниила 6 глава, 10 текст. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял к колени и молился своему Богу, и словословил его, как это делал он и прежде того. Чьим словам Даниил следовал? Соломона. Молился ли Даниил и просил? Да. Но он этот опыт имел до кризиса. Вы видите? 11 текст. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Сохранил ли Господь Даниила в кризисе? Согласитесь ли вы со мной, что религиозная и гражданская свободы Даниила были ограничены? Он не мог свободно и публично поклоняться Богу, даже дома. Что происходит сейчас в России? Вы не можете поклоняться Богу даже дома, пока руководство не зарегистрирует вашу группу и не даст вам разрешения. Вы видите это? Сохранил ли Господь Даниила, когда он был брошен в львиный ров? Вы знаете, почему? Даниила 6 глава 22 текст. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Но и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Он был невиновен. Это значит, что он исповедовал каждый известный грех. Простил ли ему Бог всю его неправедность? Объявил ли Господь Даниила невиновным в этом кризисе? Приближается ли подобное к нам? Будем ли мы брошены львам, небуквальным, но кто-то, возможно, и будет брошен диким зверям? Кто в пророчестве лев? Вавилон. Кто современный Вавилон? Папство. 31 июля 2016. Кракс. Папа Франциско отрицает, что ислам – жестокая религия. Папа сказал, что в каждой религии есть жестокие люди. Маленькая группа фундаменталистов, включая и католицизм. Когда фундаменталист идет на убийство, он может убить языком, а также и ножом, сказал он. Папа подразумевает, что мы должны иметь предел свободе слова. Потому что если вы можете убить, то есть говорить негативно о других религиях, то вы террорист. Кого они назовут фундаменталистами? Тех, кто убивает языком, кто проповедует вечное Евангелие. Затем он говорит, что такое есть в каждой религии и даже в католицизме. В католической церкви находится много верных божьих людей. Они не могут там оставаться. Их необходимо вызвать в движение остатка и Божью истину. В Трехангельскую весть из Откровения 14 главы. Когда они выходят и начинают проповедовать Божью истину, их тоже назовут фундаменталистами. Будут ли их преследовать? Да. Приближается ли это к нам? Уже не первый раз Папа говорит об ограничении свободы слова. Это показывает, что этот человек не меняется. The Guardian 16 января 2015 года. Заголовок. Папа Франциск. Свобода выражения имеет пределы. Понтифик защищает свободу слова по дороге на Филиппины, но говорит, что вы не можете оскорблять веру других людей. Вы фундаменталисты, террористы. Вы видите, что надвигается? Какая первая часть первой поправки Конституции США? Свобода слова. Если удалить свободу слова, кто будет тогда проповедовать Евангелие? Иисус говорит в Евангелие от Матфея 10 главе. Я не пришел принести на землю мир, но меч. Божье слово режет. Некоторые задают себе вопрос. Почему пастор так много времени посвящает текущим событиям? Потому что слова Иисуса, которыми Он начал проповедовать, Марка 1 глава 14-15 были, «Исполнилось время. Происходят события, и приблизилось Царство Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Почему я трачу время на текущие события? Потому что они показывают, что библейские пророчества исполняются. Они пробуждают нас. И каждый раз, когда мы будем встречаться, я буду показывать пророчества, как они исполняются, чтобы вы расшевелились. И если Божье слово не будоражит вас на основании пророчеств, текущих событий, Божий народ будет спать. По Божьей благодати вы не будете спать в моем присутствии. Вы видели, что произошло, когда Петр, Иаков и Иоанн спали во время кризиса? Вы видели, что произошло? Откровение 13 глава 14 текст. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». «Великая борьба» 445 страница. Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке сформировался образ подобия римской иерархии, неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер наказания к инакомыслящим. На этой неделе произошло многое, но я не могу вам показать все, потому что мы изучаем Божье Слово, и это не канал новостей. Нет, я беру те события, которые применимы к вести». 31 июля 2016 год. The Huffington Post. «Мусульмане посещают католическую мессу во Франции в знак единства. Вы видите, какие религии сближаются?» И все из-за терроризма. Одна группа мусульман держала плакат, на котором было написано «Любовь ко всем, ненависть никому». Мусульмане находились на католической мессе. Что им подавали? Евхаристию. И что им говорили священники про Евхаристию? Что это настоящее тело Христа. А вино – это настоящая кровь Христа. Другими словами, папа и священники могут сотворить Бога. То есть папа и священники являются Богом. На кого мусульмане говорят, что он Бог, если у них есть сила творить Бога? Новости показывают, как произнося эти слова, что Мария – лестница к небесам, он упал. Господь это допустил. Кто из мистер Вавилон на основании откровения 17 главы с 1 по 6 тексты? Папство. Выйди из нее, народ мой, и те, кто принимают его учения. 1 августа 2016. The Crocs. Папа отважно сказал по поводу происшедшего. Я упал, потому что забыл, что к алтарю есть ступенька. Но он упал по провидению, так как он взял и ступил на неверную ступеньку. Какую? На лестницу Марии. Он должен ступать по какой лестнице? Христос – это лестница. Пока мусульмане и католики объединяются и принимают Евхаристию, как отступившие адвентисты называют вечерю Господню? Евхаристией. Служение – международный журнал для пасторов за май, июнь, июль 2016. Экхард Мюллер – замдиректора Института библейских исследований Генеральной конференции АСД. Вечеря Господня впервые упоминается в синоптических Евангелиях Матфея, 26 глава, 17 по 30, Марка, 14 глава, с 12 по 15, и Лука, 22 глава, с 7 по 23 тексты. Она была установлена Иисусом и сосредоточена на Иисусе. Неразумно проводить вечерю Господню, также называемую причастием и Евхаристией, независимо от Иисуса. Элена Уайт никогда не использовала слово Евхаристия в отношении вечеря Господней. Знаете почему? Это римокатолический термин. В книге «Великая борьба» она его употребила один раз, чтобы показать, что католики называют Евхаристией тело Иисуса. Это богохульство. Говорит подобное, что человек может сотворить Бога, а адвентисты называют вечерю Господню и Евхаристией. И никто ничего не сказал. Мне говорят, почему вы об этом говорите? Хочу вас спросить. Это было сделано втайне? Это было опубликовано на всемирном сайте? Они публикуют эту мерзость. Если католики найдут истину и придут в адвентизм, и зайдут на этот веб-сайт, и увидят, что адвентисты называют вечерю Господню и Евхаристией, что они подумают? Не смутятся ли они? Должны ли мы молчать? Нет. Некоторые говорят. Не будет такого, как начертание зверя, как приближение воскресного закона с преследованием, и не покупать, не продавать до тех пор, пока вы не будете покоиться в воскресенье и ходить в церковь, кушая воскресную мессу, и вы не сможете посещать церковь в субботу. Такого никогда не будет, пастор. Посмотрите на недавние события. Market Watch. 31 июля 2016. Папа Франциск обвиняет глобальную экономику, а не ислам в терроризме. Хорошо это звучит. Так ведь? А как нам справиться с экономическим кризисом? Что страны должны сделать? Чтобы позаботиться о бедных? Принять воскресный закон. Лаудата Си. Насколько мы к этому близки? Видим ли мы нужду молиться, как Даниил, и просить Бога? Что делал Даниил три раза в день, когда был подписан закон? Есть ли у вас молитвенная жизнь, крепкая, неотступная молитва? Есть ли у вас личное посвящение? Это не в осуждение вам сказано, а чтобы показать нам, что события очень близки, и у нас нет больше времени терять и выжидать. Это пробуждает нас к действию. Господь, я не знаю, о чем этот пастор говорит, потому что я не знаю, что значит молиться и просить. И когда звучит истина, большинство из нас не знает, что она значит. Как я могу вам сказать, что нужно облечься во всеоружие Божье, в седьмую его часть, если вы не знаете, что это значит и что это такое? Мы должны просить Иисуса, который может нам это дать. Вот почему многие из нас так духовно слабы. Вот почему мы даем Богу пустые обещания и нарушаем их. Господь, с этого дня я буду поступать правильно, но потом мы их нарушаем. Мы не имеем опыта, молитвы и прошения. Захария, 12 глава, 8 текст. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. Сколько из нас чувствуют, что не готовы к кризису? Сколько из нас видят свою слабость и неподготовленность, чтобы встретить второе пришествие Христа? Сколько из нас боятся встретиться с современным Голиафом? Что мы должны делать? Во что облекся Давид духовно, во всеоружие Божье? Во что мы должны облечься подобно Давиду, чтобы встретить современных Голиафов, великанов Земли? Сколько из нас встречаются с различными великанами в нашей жизни? Во что мы должны облечься? Горы нам кажутся непреодолимыми. Во что мы должны облечься? Во всеоружие Божье. В восьмом тексте сказано, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними. Кто пойдет перед нами в кризисе? Кто перед нами ежедневно? Являются ли эти слова словами ободрения? Мы должны молиться. Дорогой Господь, помоги мне поверить этому, если я чувствую себя слабым, чтобы встретиться с современными Голиафами и горами, а великий Голиаф приближается. Помните, что Голиаф против Давида – это была духовная битва. Если я одержу победу, ты будешь служить моим богам. Мы не должны бояться. Мы не должны беспокоиться. Иисус говорит, что слабый в то время будет как Давид. Я говорю аминь на это. Девятый текст. И будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Кто будет против народа Божьего? Все народы. Что Господь даст нам, чтобы приготовиться к этому? Десятый текст. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дул благодати и прошения, и они возряд на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Перевод короля Иакова. Что он нам даст, чтобы наши духовные мускулы были крепкими, дул благодати и прошения? И какая седьмая часть оружия? Молитва и прошение. Кто нам даст это? Иисус. Было ли у вас состояние, когда вы не испытывали желание молиться в кризисе? Я вам помогу сегодня. Кто видит свою нужду? У нас есть условия излития Божьей благодати и прошения. Нам необходимо исследовать себя и увидеть, что мы ранили Христа. Могу я вам задать вопрос. Кто в Новом Завете плакал и горько скорбел? Петр. Что до этого сказал Петру Христос? Бодрствуй и молись. Но что Петр делал? Когда Петр плакал и скорбел горько, и молился, и облегся во всеоружие Божье, что увидел Петр в зале суда? Он увидел, как Христа били, как издевались над Ним. Когда Петр увидел, что его грехи распинают Иисуса, потому что каждый грех, который мы совершаем вновь, ранит Христа, заново его распинает. Он заплакал и горько скорбел. Это должно быть нашим опытом. Но мы должны исследовать себя внимательно. Я помогу вам по Божьей благодати. Не забудьте эту цитату. Служители Евангелия, 258 страница. Итак, просите. Просите и получите. Просите о смирении, мудрости, мужестве, возрастании в вере. На каждую искреннюю молитву придет ответ. Он может не прийти именно в таком виде, в каком мы желаем его получить. Или же именно тогда, когда нам хочется, чтобы он пришел. Но он придет именно таким образом, и как раз в то время, когда мы более всего нуждаемся в нем. На молитвы, которые вы возносите в одиночестве, в изнурении, в испытаниях, Бог не всегда отвечает так, как вы того ожидаете, но всегда его ответ приносит вам благо. О каких четырех вещах мы должны просить? О смирении, мудрости, мужестве и возрастании в вере. Друзья, слово «прошение» значит просьба, моление. Вы просите искренне и верите, что на вашу молитву придет ответ. Это и есть прошение. Но если я молюсь и сомневаюсь, это не прошение. У меня, значит, отсутствует седьмая часть оружия. Как вы думаете, куда сатана будет бросать огненные стрелы? Прошение вы просите, умоляете Бога и верите, что ответ будет получен. Он будет восполнен. Бог же завосполнит всякую нужду мою и вашу по богатству своему в славе Христом Иисуса. Мы должны просить, умолять. Но когда мы получим? В свое время. Когда мы больше всего будем в этом нуждаться? Вы скажете, пастор, что я должен ждать все время? Я эти слова перечитывал много раз. Но сегодня утром я увидел нечто. На молитвы Бог не всегда отвечает так, как вы того ожидаете. Значит, на какие-то молитвы отвечает по нашим ожиданиям. Если я молюсь, Господь, благослови меня таким образом. Но просьба моя не исполнилась так, как я просил. Должен ли я потерять надежду? Должны ли вы потерять надежду? Почему мы не должны терять надежды? Потому что ответ придет. Что Христос и зальет на нас? Дух благодати и прошения. То есть Дух искренней молитвы с верой, что ответ будет дан. Как Христос сделает это для нас? Христос сам это переживал. Евреям 5 глава, 7 текст. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Вот почему я могу приходить ко Христу и верить, что Он понимает, через что я прохожу. После поездки в Техас, в Даллас, люди подходили и задавали мне вопросы. А одна семья обратилась ко мне с таким вопросом. Как мне одержать победу над мыслями о самоубийстве? И я тут же адресовал этот вопрос к себе. Были ли у меня подобные мысли? Да. И я быстро вспомнил Ямайку. Тот период жизни был временем депрессии. И я вспомнил, что Бог говорил мне делать. Открыть Библию, псалмы и притчи. И я читал эти тексты в течение двух лет. А когда открыл Матфея 4 главу, то вторым искушением сатаны было заставить Христа броситься вниз, совершить самоубийство. Он сказал Христу, «Бросься вниз!» Что это? Самоубийство. Прочитав это, до меня дошло, что Иисус понимает меня, через что я прохожу. И затем я прочитал, что Он может соблюсти меня от падения. И когда я стоял там и делился своим свидетельством, тьма на их лицах рассеялась. Даже старшая дочь стала улыбаться. И сейчас я понимаю, что мне не нужно было входить в эти чувства. Все, что я должен был изменить, так это ход мыслей. Обратитесь ко Христу, пойте гимны, подумайте о том, что у вас есть нечто лучшее, и эти мысли вас покинут. Затем я сказал им, что подобные мысли ко мне возвращались, но я не уступал. Я помнил, что мне надо делать эту формулу. И Господь стал давать мне силу. Сегодня 6 августа 2016 года, и я могу сказать, что суицидные мысли больше ко мне не приходят. Иисус понимает, через что мы проходим. Вас может не понять супруг или супруга, но есть тот, кто поймет, кто говорит, «Я даю вам молитву и прошение, желание молиться». Евреям 5 глава, 7-8-9 тексты. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Это значит, что когда Иисус молился, Он верил, что Отец может Его спасти. С каким отношением мы должны молиться? Что Бог восполнит всякую мою нужду по богатству своему. Вот почему эта седьмая часть оружия, она усовершает характер. Это значит, что если я не овладею молитвой и прошением, мой характер не будет совершенным. Ваш характер не будет совершенным. Но слава Господу, Иисус победил. Он стал автором спасения нашего. Он начальник и совершитель моей веры и вашей. Путь ко Христу. 94 страница. Дьявол сгущает тьму над теми, кто пренебрегает молитвой. Искушения, нашептываемые врагом, влекут их ко греху. И все это происходит потому, что они пренебрегают преимуществом молитвы, данным им Богом. Почему же сыновья и дочери Божьи так неохотно молятся, если молитва – это ключ в руках веры, открывающей небесную сокровищницу, где хранятся безграничные возможности всемогущего? Без бодрствования и неустанной молитвы нам грозит опасность стать беспечными и уклониться от истинного пути. Враг постоянно препятствует нам на пути к престолу благодати. Он делает все со своей стороны, чтобы мы пренебрегали молитвой и верой и не получили благодать и силу преодолевать искушения. Находимся ли мы в духовной битве? Нужно ли нам облечься в седьмую часть оружия молитвы и прошения? Что значит безграничные возможности? Значит, им нет предела. А что значит всемогущество? Это вся власть. Вы говорите, «О, я такой слабый! О, о, о!» Оставьте это. Где находится всемогущество? В небесной сокровищнице. Как нам открыть эту сокровищницу? Молитвой, которая ключ в руках веры. Вера и прошение. Потому что прошение значит молиться искренно с верой, что моя просьба будет восполнена. Это молитва веры. Иакова 5, 15. И молитва веры спасет болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Молитва веры что? Спасет болящего. Это значит, если я не молюсь молитвой веры, я не буду спасен. Вы видите, какая молитва спасет больного? Молитва веры. Кто дает веру? Где мы находим веру практически? В Слове Божьем. Римлянам 10 глава, 17 текст. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Где мы находим веру, чтобы молиться? В Божьем Слове. Сколько из нас желают спасения? От чего вы желаете спастись? Это слово в Иакова 5 главе значит быть избавленным, быть сохраненным и защищенным. Сколько из нас желают этого спасения? Отец Небесный, помоги нам понять это. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Когда вы проходите кризис, не переставайте говорить со Христом. Молитесь словами из Библии. Если вы находитесь там, где нет возможности открыть Библию, молитесь стихами, которые вы учили. Если у вас есть время молиться, то определите слово, которое суммирует кратко ваши чувства. Если вы проходите через вину, найдите слово вина. Если чувствуете страх, найдите слово страх в Библии. Если вы ищете руководство, найдите слово руководство. Дьявол может торопить вас уйти из церкви, чтобы вы это не услышали. Молитесь из Библии. Это обогатит вашу молитвенную жизнь. Сделает ее более глубокой. Возьмите симфонию. Мы в церкви, но мы в лаборатории. Мы возьмем теорию с Божьего слова, что молитва веры спасет больного. Молитесь с верой. Вера в слове. Молитесь словом. Давайте найдем слово спасать в симфонии. И далее, что вы должны делать? В первую очередь читайте тексты в псалмах. Я помогу вам. Я делюсь своим опытом. Затем в притчах, а также в книге Исаии. Это пророк-благовестник Ветхого Завета. Иногда книгу Экклесиаст. Затем читайте авторов и Евангелий. Ваша молитвенная жизнь, общение с Богом, ваша христианская жизнь, духовная жизнь будет выше на несколько ступенек с Иисусом. Вот что вам нужно сделать. Псалом 54, 17. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Остановитесь здесь и скажите «Дорогой Господь, я взываю к Тебе». Вот так вы молитесь Ему. Вы говорите «Если я воззову, ты спасешь». Я взываю, помоги мне поверить, что ты спасешь. И здесь вы начинаете перечислять от чего. Мне нужно спасение, избавление от этого, этого и так далее. Вы возлагаете на Него свои бремена, перечисляйте их. И стих 18. «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос Мой. И 19. Он избавил в мире душу Мою от сражения, которое было против Меня, ибо со Мной было много». Перевод Короля Иакова. Что вы здесь видите? Видите ли вы, что Он уже избавил? Что это значит? Прежде чем я возвал к Нему, спаси меня, обетование, которое я читаю, уже исполнилось. Когда я это увижу? Когда я буду больше всего в Нем нуждаться? Что еще в стихе 19? «Со мной было много». Кого было много со мной? Святых ангелов. Такой молитвой я молюсь в уединенном месте, в изнурении, в испытании. И Бог отвечает. На какое обетование я могу претендовать, когда нахожусь в изнеможении? Со мной было много. Это опыты. Ваша молитвенная жизнь никогда не будет одной и той же. Если вы помолились молитвой из Псалмы 54, вы встаете и занимаетесь своим делом, и не проигрываете в мыслях ваши проблемы. Обетование гласит «Он избавил». Но если вы опять говорите «О, Господь!» Это значит, вы Ему не доверяете. И это не молитва веры, а молитва сомнения. А она не спасает. Если вы по-прежнему чувствуете голод, вы хотите еще питания, тогда вы вновь возвращаетесь к симфонии и находите следующий Псалом. Какие-то Псалмы будут не подходить, а какие-то будут подходить к вашей ситуации. Откроем Псалом 68, второй текст. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». Какая здесь изображается картина? Это значит, что я тону, затем вы останавливаетесь и говорите. «Из-за этого и этого в моей жизни я чувствую, что умираю». Третий и четвертый тексты. «Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего». Дорогой Господь, избавь меня от этих переживаний. Сделает ли он? Посмотрите на Псалом 144, с 14 по 19 тексты. «Я вам даю шаги практического благочестия. Я умоляю вас, примените это на практике, и ваша молитвенная жизнь не будет однообразной». Теперь откройте Матфея 8 главу, 24 текст. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». «Сколько из вас ощущали, что Иисус не слышит ваши молитвы? Если вода поступает в корабль, то что происходит с кораблем? И что происходит с теми, кто на корабле? Применение к нам. Что происходит с вами и с теми, кто в вашем доме? Вы сталкиваетесь с испытаниями, которые вызывают у вас потерю надежды. Ваши члены семьи будут страдать, и вы молитесь. Но вам кажется, будто Господь спит». Матфея 8 глава, 25 текст. «Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» Поставьте себя на их место. Если есть то, о чем мужу и жене надо молиться, членам семьи, то это прекрасный текст Писания, на который каждый член семьи может претендовать. «Господь, спаси нас, мы погибаем!» Из-за этого, этого и так далее. Когда вы закончите перечислять то, что вас беспокоит, позвольте Христу дать вам ответ. Это общение, это улица с двухсторонним движением». 26 текст. «И говорит им, что вы так боязливы, маловерные?» Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Просили ли они Христа «Спаси нас, мы погибаем!» Но что у них отсутствовало в этой просьбе? А что спасет? Молитва веры. И когда вы читаете это, вы говорите, «Господь, ты же сказал ученикам, просите, а потом, что у них мало веры». «Дорогой Господь, моя вера такая слабая, укрепи мою веру, чтобы я мог поверить. Если наша вера должна быть укрепленной, что мы должны прочитать, чтобы она была сильнее?» Откроем Солом 144. «Возлюбленные, мне нетрудно молиться один час, два часа. Я могу молиться весь день. Библия большая, ибо в моей жизни многое происходит. Все, что вы должны сделать, так это найти слово, которое кратко суммирует вашу проблему». Итак, Псалом 144. 14, 15, 16, 18, 19 тексты. Прочитаем 18 текст. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Спасает кого, кто призывает Его в истине? Дорогой Господь, я жил во лжи, могу ли я претендовать на это обетование? Но Ты же сказал, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Я исполняю условия. Дорогой Господь, я чувствую, что падаю, но Твое Слово поднимет меня. Помоги мне поверить, что Ты уже дал мне силу. Дорогой Господь, я не могу оплатить счета, но Твое Слово говорит, 15 текст. «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Помоги поверить этому, дорогой Господь. Это молитва веры, которая спасает. Видите ли вы, что мы можем так делать весь день, но когда вы пойдете домой, сатана будет бросать у вас свои раскаленные стрелы. Вот почему я пошел и купил большую симфонию, потому что в моей Библии только сокращенный вариант». Матфея 14 глава 30, 31, 32, 33 тексты. Но, увидя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истина! Ты Сын Божий!» Какие слова Господь сказал Петру? «О, маловерный!» Тогда я молюсь, «Господи, спаси меня от этого, этого и этого!» Это ваши слова к Нему. Он хочет ответить нам. Вот где сила. Слова Христа относятся к кому? Ко мне и вам. Иисус тут же простер руку и поддержал его. «Господь, Ты спас Петра, а я прохожу через кризис. Что происходит, Господь? Ты все еще спишь?» И тогда я вспоминаю, что он не всегда отвечает по моим ожиданиям, но всегда ради моего блага. Не тогда, когда мне нужно, но в свое время. Когда кто-то подходит ко мне с вопросом, «Пастор, как мне молиться?» Как просить? Как мне иметь настоящий опыт? «Мне не надо идти и читать книгу неверующих авторов. Я могу обратиться к Библии и Духу пророчества. Людям нужен мой опыт. Людям нужен ваш опыт. Если у вас нет оружия, как вы можете ободрить других людей, облечься во всеоружие, если вы не знаете, как молиться? Наши молитвы холодные, пустые, как будто вы молитесь статуей. Наши молитвы должны быть настоящими. Молитесь словами из Библии. Псалом 41-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й тексты «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с глазом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителя моего и Бога моего. Люди идут в церковь с теми, кто празднует. Какой у Бога праздник? Суббота. Кто-то радуется, а кто-то унывает. У него на лице печаль. Какой должна быть наша молитва? Мы говорим себе, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Что мы должны делать? Уповать на Бога. Двенадцатый текст. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителя моего и Бога моего. Молитва веры спасет болящего. Многие из нас больны физически, другие – духовно и эмоционально. Почему унываешь, душа моя? Эта молитва спасет вас. Евреям, одиннадцатая глава, шестой текст. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Начните практиковать это прямо сегодня. Вкусите, как благ Господь. Но вы должны это попробовать. Кто хочет иметь новый опыт во Христе? Хотите ли вы иметь эту часть оружия? Я хочу. А вы? Отец Небесный, мы благодарны за Твое слово сегодня. Мы благодарны, что Ты будоражишь нас исполнением Твоих пророчеств. Конец прямо перед нами. Но нам не надо бояться, а готовиться. А для этого нам нужно облечься во всеоружие Божье. И мы сегодня сосредоточили наше внимание на молитве и прошении. Ты не только даешь нам наставления, но и показываешь практически, как это сделать, чтобы спастись. Благослови Твой народ. Мы преклонили колени, покоряясь и посвящая свою жизнь Тебе. Мы благодарим, что принимаешь нас. Помоги нам не возвращаться ко греху. Запечатли и спаси нас. Ибо молитва веры спасет болящего. Мы благодарим Тебя, что Ты услышал и ответил нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.